здравствуйте уважаемые зрители моего канала тема нашего сегодняшнего видео признаки развода и медицинских центрах в последнее время участились случаи когда пациентов клиентов медицинских центров просто-напросто разводят на деньги с целью получения дополнительного дохода как клинике так и врачам в частности я в этом видео хочу описать основные скажем так моменты когда клиника пытается получить дополнительный доход без оснований и так первое когда вы обращаетесь в клинику вам рекомендуют специалиста со степенью со званием с богатым опытом работы ну и соответственно высоким ценником за консультацию как правило у таких специалистов цена консультации в несколько раз превышает стоимость консультации скажем обычным специалистом но это в ряде случаев развод и почетные звания якобы опыт это не стопроцентный результат как показывает опыт молодые врачи они более скажем так едкие ищут причину пытаются понять вот и это дает свои результаты да безусловно хороший специалист должен стоить денег но эти эта стоимость она должна быть земная второе на приеме доктор назначает огромный список обследований и по делу и не по делу в этом тоже есть элемент развода среды обследования доктор получает дополнительный доход и некоторые недобросовестные специалисты пользуются этим если у вас возникает сомнения по назначенным обследованием можно предъявить консультации еще одного специалиста этого есть в чем позволяет избежать ненужных трат и сэкономить в итоге время третий момент кратность приема одного специалиста для установления диагноза интерпретации обследований обычно требуется больше двух-трех посещений разводом является то когда пациент посещает врача более двух-трех раз повторные посещения поощряются в клиниках так как это деньги то есть доход да бывают сложные случаи здесь два-три приема дело не решат и все это не обойдется в таком случае имеет смысл обращаться и обследоваться в госучреждениях в противном случае никаких денег не хватит для времени будет упущено четвертое запугивание пациента его заболеванием это еще одно ухищрение то есть все это делается с целью склонить пациента на дополнительные обследования или же на оперативные вмешательства это развод 5 разуме является то что одни медицинские центры а очередная деятельность других медицинских центов склоняя пациентов свои объятия 6 некоторые акции проводимые в центрах их смысл является не улучшили вашего здоровья за какие-то малые деньги это способ увеличить клиентскую базу а следовательно доход частные медицинские центры это в первую очередь бизнес оказали медицинских услуг это за и заработок заработок у некоторых клиник стоит на первом месте качество услуг медицинских центрах серьезно хромает в такие центры хватает любых специалистов без разбора и такие центры правило многопрофильные оборудование в частных медицинских центрах в ряде случаев очень бюджетные не самого хорошего качества что существенно влияет на качество диагностики если вы читаете отзывы о клиниках которые вы обращались о врачах к которым вы записались идите на прием узнавать отзывы от своих друзей знакомых сами пишите отзывы о медицинских учреждениях в социальных сетях если вас не устраивает сервис медицинском центре обращались к руководству центра не стесняйтесь не нужно все валить на регистратора есть администрация пусть отдувается цель этого видео несколько насторожить вас чтобы вы были более разборчивы чтобы примерно ориентировались что является способом недобросовестной работы чтобы вы предпринимали какие-то действия всегда включайте разум голова должна быть на плечах ну в этом видео я сказал все что хотел подписывайтесь на канал проходите социальные группы а мы как всегда увидимся в следующем видео пока